обычно рассказывая о меховых коллекциях в центре внимания оказывается цвет силуэт детали и фурнитура но сегодня хотелось бы рассказать о качестве сырья и ответить на вопрос почему две на первый взгляд одинаковые норковые шубы могут стоить по-разному самые дорогие шубы в мире создаются из аукционного меха для участия в торгах фермеры проводят селекцию самых лучших шпур а лотами становятся отобранные по цвету и качеству вязанки из 20 норок именно такое количество меха необходимо для того чтобы изготовить одно изделие в меховых аукционах представители компаний меховых участвуют вместе с брокерами именно они подсказывают ему за какой мех они будут торговаться а непосредственно в самих торгах участвует сам брокер здесь все так же как и на аукционах ценных бумаг предметов искусства или антиквариата лот достается тому кто предложит выше цену здесь на подкладе шубы есть информация о это мехи тип меха это american legend здесь номер лота с аукциона здесь также присутствует бирка дизайнерского дома который придумал эту модель и также обязательно присутствует акцизная марка да поскольку все норковые шубы легальные легально продающиеся они обязательно чипированы поэтому на каждом изделии обязательно присутствует акцизная марка до недавнего времени норковые аукционы проходили в америке канаде и дании сегодня центром продажи элитной норки является финляндия как известно в этом году в этом сезоне многие норковые фермы в дании были уничтожены все поголовье норок истреблено поскольку выявили случаи заражения коронавирусом среди этих животных это конечно же сказалось на рынке натурального меха в следующем году все ждут подорожания норки в рекламе норковых шуб часто можно услышать сочетание слов блэк лама и блэк нафа это название самых известных в мире меховых брендов для пошива изделий под этими товарными знаками используется меха североамериканской черной норки которая выращивается в похожих условиях и в канаде и в том в другом случае речь идет о самых лучших шкурах где длина ворса и длина пуха одинаковы это самые мягкие самые приятные тактильно самые теплые и самые бархатистые норки самые бархатистые шкуры и конечно же такие шкуры и такие шубы самые дорогие потому что из лучшего фермеры а затем и меховые дизайнеры выбрали только самое-самое лучшее black lama и black нафа это норки натурального цвета это такой смоленистый черный цвет который блестит и переливается на солнце а цветные шубки это как правило норки белого окраса специально выкрашенные они могут быть как тонированные яркие оттенки так и обесвеченные как например вот в этом изделии в общем самые разные технологии существуют для того чтобы придавать норкам нужный оттенок а это шуба как раз натурального оттенка он называется лаванда такое наименование окрас получил благодаря оттенку подпуха отливающего лавандовый в какой-то момент норковые шубы в буквальном смысле слова пошли в народ из не очень дорогого сырья они стоили ну относительно конечно демократично и поэтому позволить их себе могли многие но в связи с ситуацией которая произошла недавно в дании цены на норковое сырье резко подскочили и специалисты теперь говорят о том что в ближайшем будущем норка снова станет атрибутом роскоши что касается стиля манеры и подачи ношения норкового пальто то здесь как и многое другое в моде все становится демократичным как говорят некоторые стилисты если норковую шубу можно носить с худи широкими штанами и кроссовками значит это правильная норковая шуба и